МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Встреча главы Самаркандской области с торговым представителем Соединенных Штатов Америки. В Самарканде прошла конференция Международной Автомобильной Федерации. Соблюдаются ли нормы строительства в городе Самарканде? Как идет процесс создания инфраструктуры и инженерно-коммуникационных сетей в массиве Ширин? Рабочая группа выявила нарушения в детских садах. В Самаркандской области высажено около 12 миллионов саженцев. Полевая культура – доход для фермера. Самарканд посетила делегация Соединенных Штатов Америки во главе с торговым представителем страны Кэтрин Тай. Знакомство с древним городом гости начали с осмотра архитектурных памятников. Мавзолеев Амира Тимура и Биби Ханым, комплексы Регистан. Также посетили туристическую деревню Кунигиль и Сиапский рынок. После экскурсии делегацию принял Хуким Самаркандской области Эркинджон Турдымов. В составе принимающей стороны – заместители главы региона и руководители крупных производственных предприятий области. Стороны с удовлетворением отметили активизацию деловых контактов, укрепление узбекско-американских отношений. Как подчеркнул глава региона, благодаря проводимым реформам по инициативе президента страны созданы комфортные и привлекательные условия для зарубежных инвесторов, увеличение экспортного потенциала и укрепление торговых связей. В результате, если в области до 2016 года функционировали 145 предприятий с участием зарубежного капитала, то сегодня их число увеличилось в несколько раз и достигло 585. Среди них – 20 компаний с американскими инвестициями. За последние семь лет экспортные показатели Самаркандской области увеличились в три с половиной раза. Эркинджон Турдымов выразил уверенность, что приезд главы американского ведомства вместе с чрезвычайным и полномочным послом США в Узбекистане станет новым шагом в укреплении межрегионального сотрудничества. Торговый представитель США Катриан Тай поблагодарила за радушный прием и высказала свои теплые впечатления о Самарканде. Он действительно соответствует всем эпитетам, которые она ранее слышала – «Жемчужина Востока – центр Великого Шелкового пути, перекресток культур». По словам Катриан Тай, она приехала не только получить уроки истории, но и информацию о регионе, продумать направления, в которых возможно двустороннее сотрудничество. Руководитель американского ведомства выразила полную поддержку США, приверженность Узбекистана вступлению в ВТО, и выразила от лица американской делегации готовность оказать поддержку реформам, направленным на приведение торгового режима Узбекистана в соответствии с правилами и принципами ВТО. В ходе встречи были рассмотрены актуальные вопросы развития туристической, торгово-экономической, инвестиционной сфер. Также говорилось об организации бизнес-диалогов между представителями деловых кругов Самаркандской области и Соединенных Штатов Америки. Стороны договорились поддерживать тесные контакты и оказывать практическое содействие укреплению сотрудничества. Впервые конференция ФИА-2024 проводится в Центральной Азии, а именно в Самарканде. Для участия в этом престижном мероприятии нашу страну посетили более 500 высокопоставленных гостей из 147 стран, включая руководителей национальных федераций и известных гонщиков мира. Церемония открытия конференции Международной автомобильной федерации прошла в конгресс-центре Самаркандского туристического центра. В мероприятии принял участие президент ФИА Мухаммед Ахмед Бен Сулаем. Он отметил, что организация внеочередной генеральной ассамблеи ФИА и конференции в Самарканде послужит важной платформой для дальнейшего развития автоспорта не только в Узбекистане, но и во всём мире и вывода его перспектив на новый уровень. Прежде всего, хотелось бы выразить благодарность правительству Узбекистана за организацию конференции Международной автомобильной федерации. Не будет преувеличением сказать, что наше мероприятие, проводимое в этом древнем и историческом городе, займет особое место среди проводимых нами подобных конференций. В ходе нее мы обменяемся мнениями о работе, которую предстоит выполнить в будущем, направленную на популяризацию автоспорта в мире. Программа мероприятий Международной автомобильной федерации достаточно обширная. Различные семинары, выставки, круглые столы и соревнования. Я желаю вам всем удачи. Гостей поприветствовал Хоким Самаркандской области Аркинджон Турдымов, который поздравил участников с юбилейной 120-й годовщиной Международной автомобильной федерации. В рамках мероприятий по инициативе главы ФИА при поддержке фонда организации, а также известных коллекционеров мира, организована уникальная автомобильная выставка, включающая удивительную коллекцию суперкаров. Я приехал из Франции со своим проектом и инструментами. Меня пригласила ФИА участвовать в обширных мероприятиях. Мой проект направлен на обучение школьников правилам дорожного движения. Уже провел несколько курсов, где постарался довести до детей основные правила. Кроме этого, договорились о сотрудничестве с Министерством дошкольного и школьного образования Узбекистана. В этих целях планирую повторно в ближайшее время посетить Самарканд и наладить дифференцированное обучение. Согласно программе, состоялись различные семинары, выставки, круглые столы и конкурсы с целью обмена опытом и достижением в сфере. Восхищена Самаркандом. Гостеприимные и добрые люди, красивые достопримечательности, вкусная еда, хороший климат. Не хочется уезжать отсюда. В последний день конференции проведена внеочередная Генеральная ассамблея ФИА. Главный организатор мероприятия – Национальная федерация автоспорта и картинга Узбекистана. Следует сказать, что Международная автомобильная федерация ФИА была организована в 1904 году и является ведущим органом мирового автоспорта, объединяющим ключевые глобальные организации в области мобильности – от картинга до Формулы-1. 120-летие со дня создания ФИА также будет отмечено в рамках ассамблеи в Самарканде. Хоким области Элькин Джон Турдымов при участии соответствующих ответственных лиц проинспектировал состояние строительных работ, ведущихся в городе Самарканде. Первая локация – территория городка Кимьо-Гарлар, где строится многоквартирный жилой дом. Как выяснилось, согласно проектной документации, разрешение дано на пять этажей. Но застройщик решил, что еще один дополнительный этаж не помешает и возвел шестиэтажное здание. Руководителю стройкомпании разъяснили, что лишний этаж должен быть снесен. Кроме этого, на данной территории по адресу 29-й квартал 10А, где другим застройщикам возводится здание, состоящее из торгово-бытового комплекса и жилых квартир, выявлен еще ряд нарушений. Помимо строительства дополнительных этажей, вместо утвержденных трех, им незаконно заняты 180 квадратных метров земли. По отношению к застройщику будут приняты соответствующие меры. В Махале Центральной Араб-Хона Самаркандского района объект возводится без полного оформления градостроительной документации. Строительно-монтажные работы ведутся с отклонением от утвержденного проекта. Глава региона подверг критике действия строителей, которые работают, как хотят, нарушая закон. И почему ответственные лица закрывают на это глаза? Дом строится у дороги. Это не иголка в сене, которую трудно заметить. Каждый раз проезжать рядом со зданием и не принимать никаких мер, В этот день в ходе обхода города были выявлены факты строительства объектов без согласования проектных документов и заключения экспертизы, с нарушениями требований ШНК впритык к индивидуальным жилым домам, без оформления градостроительной документации, захвата дополнительной земли, в обход утвержденному проекту на градостроительном совете с дополнительными этажами. Хоким области поручило архитектурной и кадастровой службам, Хокимяту города Самарканда и другим ответственным лицам в недельный срок устранить указанные недостатки, благоустроить окрестности домов, организовать тротуары и обратиться в органы прокуратуры для дачи правовой оценки вышеуказанным действиям застройщиков. Глава региона Иркин Джон Турдымов с участием специалистов обсудил проводимые работы по строительству массива ширин и созданию в нем инфраструктуры и инженерно-коммуникационных сетей. Согласно проекту, в массиве будут возведены многоквартирные дома, школы, детские сады, поликлиники, спортивные площадки и развлекательные центры. Создание крупных торговых комплексов обещает придать дополнительный импульс экономическому развитию региона и росту числа новых рабочих мест. Будут построены мосты и дороги, соединяющие массив с городом. В ходе обсуждения поочередно рассмотрены проекты, разработанные отраслевыми предприятиями в рамках генерального плана. По завершению встречи Хоким области поручило ответственным лицам широко применять передовой опыт градостроительства при проектировании инфраструктуры и инженерно-коммуникационных сетей. На сегодняшний день в регионе функционирует 759 государственных дошкольных образовательных учреждений. В них обучается 107 714 детей. За последние годы в системе внедрен ряд нововведений, построены и введены в эксплуатацию новые здания. Но, к сожалению, не стремятся измениться некоторые ответственные лица сферы, допуская массу нарушений в работе. Их зафиксировала рабочая группа областного хокимиата. Ее результатом посвящена встреча, прошедшая в администрации области под руководством главы региона. Согласно представленному отчету, детский сад 1, расположенный в Махале Туронах Дариинского района, рассчитан на 60 мест. Во время мониторинга выяснилось, что работа ведется без какой-либо документации. Повар готовит на глаз, так как нет разработанного меню. Вместо положенных почти пяти килограммов мясных продуктов, на обед приготовлено полтора килограмма. Из-за отсутствия электроэнергии в организации в течение 10 дней мясная и молочная продукция хранится в домах населения. Продукты питания на складе содержатся с нарушением санитарных правил, а у имеющихся лекарств истек срок годности. Кроме этого, учреждения посещают дети, не достигшие необходимого возраста. Минюл язылма гэнди. Бұны сабабы ирталэптэн, паликлийникэдэн, ойлэви паликлийникэдэн мурачат боли, бахчаболэлармэзды, иссэмфэмилиялэрэ, тухгэлгэнгэлэрэ ва оттанасын телефон рақэмлэрэны сурэгэнлигэчэн язышки улгэрмэ гэндэм. Трэнч кэмчэлэгэмэз, козанымэзда, ошханамэзда, гуш кэмчэлэгэ татапэлэдэ, ө streams, былоhiot Sav Micran爺зса ө Next101 жетелем өзіпеллэ吸цү өзі тğэп Тү ш blatқырыл INTERIÉ. Бұны сабабы тағанымэзда перенес үргэ юлгу тіпайлы, ләргэз ж тыпэлгэн дээр, өсүнүү өзі өзіпеллэнге. Говорилось о том, что в дошкольном образовательном учреждении 23, расположенном махалем nhекченур Булунгурского района, 30% посуды негодны к использованию. Спросить у завхоза, почему они все еще используются, не получилось, так как она без причины отсутствовала на работе. Не смогла рабочая группа получить ответы на то, отчего вместо положенных 16 килограмм мяса на 140 детей приготовлено ровно половина и куда делись остальные 8 килограммов. Хуже того, дети едят просроченное повидло и творожную продукцию. Так что, когда мы должны быть в 5-й годах, мы должны работать в 5-й годах. Мы должны работать в теземную работе для того, чтобы я участвовал 2-3 дня, и участвовал для того, чтобы было управление в теземне. Вы должны закрывать теземне, потому что у нас нет теземне. В 32-м государственном детском саду в Махале-Полвонарыг Джамбайского района также используется меньше продуктов, чем положено. Если, согласно меню, должны приготовить 8 килограммов 600 грамм на 160 дешкалят, то на деле 6 килограммов 100 грамм. 4,5 килограммов сливочного масла вместо выдачи детям бережно хранятся в холодильнике. Из-за того, что не работает брак и рожная комиссия, принимаются продукты с истекшим сроком годности. 25% посуды, из которой едят воспитанники, в негодном состоянии. У заведующих хозяйством лежат счет фактуры двух организаций. Это наводит на мысль, что она заполняет их по своему усмотрению. Государственное дошкольное образовательное учреждение 17 на 140 мест в Махале-Дукчион, города Самарканда. Здесь не налажена работа по качественной приемке пищевых продуктов. Директор принимает желаемые продукты в неопределенном количестве, о чем свидетельствует отсутствие каких-либо документов. Также были взвешены и сравнены с товарной накладной продовольственные товары на складе детского сада 20 на 140 мест в Махале-Хушбаколе. В результате выявлена разница в 465 тысяч сумм в сутки. Территория детского сада 28 на 90 мест, расположенного в Махале-Рустам Самаркандского района, завалена мусором. Руководителям учреждения не ведется никаких документов. Судя по тому, что детский сад посещает около 10 детей до 3 лет, оплата идет мимо кассы, говорится в отчете рабочей группы. Сад посещает И в первую очередь мы получаем свободную помощь. Мы получаем нашу treatment. Мы получаем свободную помощь. Но мы получали советую поразить. Мы получаем удовольствие получше. Сейчас мы делаем аренду и мы не будем к любому прическу. Мы не сделаем эту жизнь в обращении. Мы выполняли объектов и змеи и контролировали. Дошкольное образовательное учреждение 21 Махалемирзулукбека Катакурганского района рассчитано на 150 дошколят. На складе зафиксированы сельхозпродукты с гнильцой, а в холодильнике лежат 2 килограмма отварного мяса. Картошка, сабзи, лав-лайки, маслотки, через шоколады топлен. Мы в заманной шоколады едем, но мы с вами говорим. Как отметил глава региона, родители, отдавая свое чадо под ответственность детских садов, хотят быть уверенными, что о нем позаботятся не хуже, чем дома. Они доверяют своих малышей, а поведение отдельных ответственных лиц просто преступно по отношению к детям. Они должны добросовестно выполнять свои обязанности. Каждый случай будет тщательно изучен надзорными органами. Также будет рассмотрен вопрос соответствия своим обязанностям руководителей данных учреждений со стороны работодателей. В Самаркандской области весной и осенью 2024 года запланирована посадка 10 млн 208 тыс. деревьев и кустарников. За весенний период высажено 11 млн 619 тыс. саженцев. Таким образом, план выполнен на 114%. В семи городах и районах до конца текущего года намечено создание зеленых садов на 28,4 гектарах земли. Ныне в Джамбайском, Паярыкском и Самаркандском районах на 7,2 гектарах площадей уже созданы сады, где высажено более 3000 декоративных и фруктовых деревьев. Кроме этого, во всех городах и районах организованы сады хокемиатов. Наряду с положительной статистикой, есть и недостатки в данном направлении. О них шла речь на встрече в областной администрации с участием главы региона и ответственных организаций. Согласно отчету рабочей группы областного хокемиата, некоторыми организациями при посадке деревьев не приняты меры по их поливу и уходу. Хокем области подверг критике работу 16 организаций Пахтачийского, Ургутского, Катакурганского, Булунгурского, Кушрабадского и Нарпайского районов и города Катакургана. По окончании встречи даны поручения исправить допущенные недостатки. Все расходы, связанные с посадкой деревьев, должны быть возвращены бюджет руководителями организаций, пустивших на самотек данную работу. Соответствующие органы возьмут под свой контроль исполнение этого поручения. Для справки. В отношении 19 должностных лиц, не принявших соответствующие меры по уходу за саженцами, высаженными весенний сезон этого года, составлен административный протокол по части 3 статьи 79 Административного кодекса Республики Узбекистан. На трех территориях Самаркандского района под руководством Хокима области Ркиньона Турдымова прошел выставочный семинар под лозунгом «Полевая культура – доход для фермера». В нем приняли участие представители сельскохозяйственных предприятий, фермерских и дехканских хозяйств, кластеров и дехкани. На мероприятии дана информация о необходимости проведения работ по углублению экономических реформ в сфере сельского хозяйства Самаркандского района, обеспечению продовольственной безопасности и дальнейшему повышению объемов экспорта посадки овощей, бобовых, масличных, кормовых и других культур на площадях, освобожденных от зерновых, а также увеличению объема выпускаемой продукции с учетом продовольственных потребностей населения. Участникам семинара даны разъяснения по соблюдению полевой культуры, а именно ведению приусадебного хозяйства на полях, посадке продовольственных культур по краям полей и рациональному использованию земельных ресурсов. Также высказаны мнения по эффективному использованию водных ресурсов путем внедрения энергосберегающих технологий и защите сельхозкультур от вредителей. Со стороны экспертов даны необходимые советы. По итогам семинара решено организовать региональную рабочую группу из специалистов для проведения еженедельных встреч и обсуждений. Вопросов связанных с оказанием помощи фермерам проделанной работой и очередными задачами. Продолжение следует... Продолжение следует...